Hello! Дорогие мои, я хочу нас всех поздравить. У нас сегодня просто огромное событие. Мы теперь можем официально назвать себя пенсионерами, потому что у нас с вами получилось пережить аж 9 выпусков лайки. А сегодня у нас будет юбилейный 10 выпуск. Ну типа 5 умножить на 2, это вот 10. Надеюсь, я не рано задула, а то мы этот выпуск еще с вами не пережили. Но зато, ребят, на этот случай у меня сегодня носочки с котиками, потому что котики это самый лучший антистресс. Все успокоят наши нервы, поднимут настроение и вернут наши нервные клетки. В общем, поздравляю нас, ребят, что мы с вами все еще живы, что вы все еще на моем канале. Ребят, 10 выпуск, а это означает, что нервов наших сегодня съестся в 10 раз больше. Я вас предупреждаю, для этого нам нужно очень хорошо подготовиться, как обычно. Надевайте свою вставную челюсть, надевайте свои ушки, ушные протекторы. Можно вязать в процессе, да. Можете подписаться на мой телеграм-канал и на мой канал на ютубе, конечно, чтобы быть еще более защищенным. Надеюсь, вы готовы. Мама, на кухне математичка! Сынок, я уехала на базар. Стоп, но математичка тоже уехала на базар! Так математичка на кухне или уехала на базар? Что происходит? Сложная задачка. Помогите кто-нибудь решить. Или мама и есть математичка. Посмотришь на нее, она вся в каких-то переменных, в уравнениях. Но тут что-то переменных как-то слишком много. Я максимум 2 осилю. Вот так мы приветствуем покупателей нашего магазина. Приходите к нам приятных вам и вкусных покупок. Акция в магазине. Твой возраст, наоборот, это твой идеальный вес. Мне кажется, я впервые рада, что мне 25, а не 20. Потому что я с весом в 2 килограмма даже гремлина не подниму. Но акция, конечно, интересная. Математичку бы сюда пригласить, чтобы она разобралась, как это работает. Но знаете, ребят, вот иногда ты даже не против такого контента. Мама веселится со своим сыночком. У мальчика, наверное, прекрасное, веселое детство. Потому что, когда в рек попадается вот такое... Еду со своей любимой. А все, куда едем? Я сейчас тоже поеду разбираться, что у нас тут такое происходит. А то девочка что-то как-то слишком рада, что вы куда-то собрались. Я решил проверить Ульяну. Я тебе давным-давно объяснял. Все, пора удалять Гачу Лайф, пора удалять Роблокс. Все, мы играем только в Майнкрафт в нашем доме. Все, давай, быстро, показывай мне свой телефон. Что она скрывает? Наверное, прячет, сколько она на самом деле собрала алмазов, пока вы играли в Майнкрафт. Знаете, ее право. Пусть делает, что хочет. Так что не лезь, дорогой, пошел вон. А тут что? Толкнула ее. Видели, да? Дружный танец. Все, ребят, это уже больше не шутки. Если вы встретите эту девочку, пожалуйста, отберите у ее брата телефон, удалите лайки и верните обратно. Что это такое? А что это? Так, ну похоже на какую-то подушку маленькую. На ней нарисовано аниме. Может, это какая-то дакимакура для хамятьков? Все это. Мариян, как ты думаешь, что это такое? Что? Меня мама заругает. Ой. Как ты думаешь, что это такое? Жвачка. Конечно, тебе лишь бы жевать. Язык покажи. Как ты думаешь, что это такое? Что это? Я думаю, там шоколадка. Боже мой, дети. Да, конечно, дети. Им всем скоро по 60 лет, а они все еще не знают, что это такое. Стеш, как ты думаешь, что это такое? Влажная салфетка я такой подруге дарила. Вредная. Мне кажется, я начинаю догадываться, что это может быть. И дизайн такой симпатичный. Если эта штука еще умеет сберегать деньги, то это абсолютно точно дебютовая карта Тинькофф Блэк в ярком дизайне от современных художниц. А что, вы еще такое не знали? Рассказываю. Господи, сколько раз повторял? Слушайте сюда. У Тинькофф есть карта для старшеклассников и студентов от 14 до 22 лет, у которой есть специальные преимущества. Это бесплатное обслуживание и 10% кэшбэка в кафе и ресторанах. Вот это прям то, что нужно к началу учебного года. Но и на этом еще не все. Каждый месяц вы выбираете 4 категории трат, по которым будет приходить повышенный кэшбэк до 15%. Не бонусами и алмазами, а настоящими рублями прямо на карту. Я всегда выбираю те категории, по которым знаю, что будет больше всего расходов в этом месяце. А за покупки по спецпредложениям у партнера вам вернется до 30% кэшбэка. С переводами тут тоже все супер, потому что на карты других банков можно в пару кликов закинуть деньги без комиссии через систему СБП. А если вы оформите подписку Тинькофф Прот, вы сможете откладывать и увеличивать сбережения с доходом по накопительному счету до 7% годовых. Знаю, что многие, я в том числе, очень довольны своим опытом с Тинькофф, поэтому, если у вас уже есть карта, вы можете сгенерировать ссылку приглашения и за каждого приведенного друга получать до 5000 рублей. Пипец! Ну и такой приятный бонус, вам вместе с картой привезут фирменный кардхолдер. Фуууу, все, ребята, вот столько плюшек вы получаете. Все, ребята, пора. Переходите по ссылке в описании, оформляйте карту Тинькофф Блэк и получайте еще больше выгоды. А мама в конце так и не сказала, что это такое. И как мы узнаем, что это за аниме было? Выпусти меня погулять. Нет. Там солнышко, хочу поиграть. Нет. Что происходит? Там птицки, хочу их поймать. Нет. А почему нет? Выпусти меня погулять. Хозяин, не пускай. Не гуляйте, не хочу лежать, не хочу играть, я буду умолять. Что-то как-то даже I love you на халате не спасает. Что-то как-то лайки сильно изменился. То ребенка бедного они выпускают на улицу погулять, то девочку заставляют какие-то странные танцы танцевать. Скоро в лайке будут популярны одни видео, как дети сидят в клетках и стучат по сундучкам. No name. А тебе не рано пить? Я. Не-а. А, вот они как в фильтр это работают, оказывается. Ты накидываешь волшебную масочку и все. Он накидывает там плюс 10 лет. И вместо яблочного сока появляются эти пузырьки всякие. Там шампанка образуется. Ага, окей. А если я использую пенсионерский фильтр, это означает, что мне пора пить таблетки и закрашивать седину? Я перепутала водку с водой и выпила стакан. Меня потом так распирало. Ну ты когда пьешь, можешь сразу понять, что что-то не то. И можно как бы выплюнуть это в стакан. Я на секунду проверю. Все нормально. Все. Все в порядке. Мне одной реально дают алкоголь. Скелетик. Ни одной. Ребят, лучше поешьте мармеладу. Вот, смотрите. С дельфинами. Расслабляет. Зато. Ни одной. Мне бабушка покупает малиновую балтику. Друзья, ну доброе утро. Ну доброе утро. Мы своим принципам не изменяем Армению. Как же можем мы оставить? Да никогда. Калибри уже там. Что, ребята? У кого такие же крутые родители, а? Пишите в комментариях. Давайте похвастаемся. Расскажите, где таких же найти. Пон. Это не алкоголь почти. Мне бабушка делает кисель. Мне кажется, я не вписываюсь в этот клуб самых крутых. Надеюсь, вы после этого от меня не отпишетесь. Я в детстве от лимонада представляла, что я набухался. Что происходит? Но знаете, ребята, что не сравнится ни с одним из этих ужасов. Когда у детей получаются дети. Я знаю, никто не угадал. Я тут папочка. А я здесь мамочка. Привет, мам. Привет, пап. Ой, это же Милана и Паша. Во. Ну что? У нас сегодня поистине юбилейный выпуск. Потому что мы с вами возвращаемся к истокам. Кто уже давно в лоре моего канала, знают, кто такие Милана и Паша. Ну, в общем, это те самые ребята из самого первого выпуска про лайки. Я вот до сих пор их не забыла, ребят. Мне это все еще снится. Хоть и прошло пару лет, вот ребята подросли. Но ничего не изменилось. Все стало только хуже, ребят. На какое-то время ребята пропали из инфополя. Я вообще их не видела. Абсолютно. Но сейчас они к нам вернулись с новыми радостными новостями. В общем, Милана и Паша, родители, пока вы нас обсуждаете, мы просто счастливы. Мне кажется, мальчику не очень интересно с ней общаться. Ведь она ему уж очень не по возрасту. Ему 16, мне 11. Где математичка? У меня не складывается уравнение. Как можно быть счастливым в 11 лет с ребенком? Не, ребят, я просто по собственному примеру сужу. Вот здесь бы в 11 родила я, а не моя кукла братца. Ну, до моего счастья было бы очень далеко. А пофиг, что они брат и сестра. Отлично изображают пару. Я не знаю, чего я боюсь больше. Того, что они родили? Или того, что они брат и сестра? И изображают то, что они родили. Наверное, я боюсь того, что две эти гипотезы в их аккаунте существуют одновременно. Они друзья. Не бесит их. Несуйте нос не в свое дело. Все, ребят, на наших глазах совершается преступление. Но мы не смотрим. Все, вы не смотрите, я не смотрю. Можете подписаться на канал, поставить лайк этому видео. А сюда не смотрите. Не, нет, все, это не ваше дело. Вообще, конечно, хороший совет, ребят. Вот если вы так закрыли глазки, то будто бы этого всего и не существует совсем. И все так сразу хорошо. Ребят, Паша, наверное, совершеннолетний. Вот и взял ребенка из детдома. Ааа, ну вот оно что. Ну вот, наконец-то, первое логичное объяснение. Кто-то постарался разобраться в этом всем. Я стал папой в очень раннем возрасте. И как бы странно это ни звучало, это не шутка. Нам здесь вообще не смешно. Мы скрывали это на протяжении 10 месяцев. Но, сами понимаете, долго такое скрывать невозможно. Что-то как-то правда очень сложно скрывать. Вот уже на четвертое видео наткнулось. Кстати, интересный факт. Мой сын родился со мной в один день. То есть 17 июля. То есть ему исполнилось 16. О, все так плохо. А кто же мама? Как раз таки на подобные вопросы мы будем отвечать на совместном стриме с Миланой. Кто же? Кто же здесь мама? Не знаю. Боже, это брат и сестра. Что за хейт? Это младший братик Миланы. Так что не надо разводить весь этот шум. Ладно, ребят, все. Я пошутила. Ха-ха-ха. 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 Ой, но я вам честно скажу, ситуацию это лучше не делает. Я немножко подушню. Вы можете меня послушать, можете нет. Но девочке маленькой, 11 лет. Я уверена, что она не сама придумала такую супер-классную идею. А если бы она такое придумала, ну для этого есть мама и папа рядом. Чтобы сказать, ну что это, ну не надо такое снимать. It's not ok. Именно поэтому у меня какое-то ощущение, что мама была даже и не против. И вот просто мне кажется, что, наверное, это все-таки не очень здорово в таком вот раннем возрасте развивать у ребенка потребности вот этих инфоповодных, байтах на лайки, скандалах, расследованиях. У нас для этого есть другие телешоу. Ну, по сути, как бы кажется, что ничего страшного они не делают. Но почему опять для этого тренда мы используем вот этого маленького, хорошенького детеныша, 11-летнего? У меня вот только одно предложение. Пожалуйста, давайте мы все оставим Милану в покое, дадим ей возможность спокойно пожить, не будем с ней снимать какие-то очень странные, сомнительные тренды и поощрять такой вот ранний интерес в инфоповодах. Спасибо. Отправлю свое пожелание в космос. Давайте что-нибудь посмотрим поспокойнее, ребят. Например, что нельзя девочкам в 12 лет? Ну, например, брать детей из детдома. Носить короткие вещи. А-а-а, все, ребята, выбрасываем. Шортики, вот эти юбочки на лето. Материца. О-о-о. О-о-о, girl. М-м-м. То как проматеришься после 11 лет, все. Прибежит серый волчок, откусит тебе язычок. Ну, до 12 можете успеть поматериться, а дальше уже, ну, надо потерпеть чуть-чуть. Пить газировку. Ой, слава богу, все, на этом правила закончились. Все, я готова становиться 12-летней. Фу, ну, хоть курить, знаете, приходить домой после 12 можно. Мармелад есть можно. Ну, и алкоголь, видимо, можно. Так, что тут у нас? Раздвинуло ножки. Что-то я буду посмотрел, какой-то коматозный сон морской свинки. Может, надо было против полосочки открывать, оно бы тогда и сработало. Внимание на мои ногти. Ну, маникюр, это я люблю. На ногти моей сестры. Покажи. В шоке. Маникюр в 11 лет. Это очень модный маникюр, очень хорошо сделано. Это вы не понимаете, это просто вынужденная мера, чтобы не оплачивать репетитора. Мамочка сделала дочке маникюр И теперь можно прятать шпаргалки под ногти Сидишь там, что пишешь Под ногтем все, там уже все формулы Все эти, все шпаргалочки у нас Это спрятаны, и никто не заметит Скажешь, вот часть маникюра Класс, а что вы так смотрите, а? Я знаю, что вы там подумали Вот нам в лайке не попалось видео, что в 11 лет Нельзя в ногти наращивать, все, значит Можно, главное, Балтику с малиной Не надо, пожалуйста, но, ребят, ноготочки Это не единственное хобби, которое сейчас Очень популярно во всем лайке А вот вы это опробовали? Хобби-хорсинг на сушилке Опа, поскакали Опа, большой прыжок Бревно Тройное бревно Ну вот, наконец-то, ребят, мы все нашли Себе хобби по карману И я нашла, а то что-то вот у меня Вот это вязанки мои, столько денег У меня отнимают, понимаете? А я еще занималась этим Скрабукингом, господи Ой, вроде бы по отдельности стоит недорого Когда ты вот покупаешь себе кучу Наклейчик с мишками Потом, понимаешь, как будто бы Медведя настоящего себе завел в клетке Мне кажется, она чуть-чуть больная Все было бы норм, но кормить сушилку Это слишком А что, по-вашему, сушилке не требуется забота и внимания? Ну тут бессердечное Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось Вот почему-то в комментариях все очень агрессивно настроены на эту девочку Но, ребят, знали бы вы, что я делала в своем детстве? Чем я втихаря занималась в свои 8 лет? В общем, у моих братств У них был целый дом, как бардак Они туда приглашали всяких разных кенов У меня были только одни кены И они там устраивали прям ор А еще мы в садике, в общем, играли в дочке-матерь И я там всегда, короче, играла за обезьянку Типа, за беременную обезьянку И рожала Лайф Прям Так что, да, дорогие Понимаете, вот кто из нас в детстве Чего только не фантазировал, ребят У нас вот так вот развивается фантазия Так что дайте человеку поиграться с сушилкой Господи, все в порядке Что за дебилизм? Запишись на тренировки И не позорься А что, она как-то неправильно катается на сушилке? Ну, если есть какие-то специальные тренировки Вы присылайте, не стесняйтесь Знаете, я немножечко полистала аккаунт этой девочки И я могу с точностью сказать, что ей тренировки точно не нужны Потому что такого богатого опыта Ну, я еще ни у кого не видела Я бы сегодня хотела рассказать о моих княх Которые были или сейчас есть Это первая, Альберт Он умер уже как давно Где-то в апреле Боже, уже даже кто-то умер Совсем спасти не получилось Из того, что я на нем неудачно упала назад Это декстер Он лохотикингской породы И, в принципе, я на нем не могу ничего сказать Так что я о нем не могу ничего сказать Потому что толком не знаю его характер Ну да, ребята, это вообще сложный процесс Когда покупаешь себе сушилку Там, ну, типа, до двух лет ты с ней знакомишься Приходишь каждый день гладить Покормить надо Вычесывать Это прям, это очень долгий процесс Я на ней тоже не так мало Ездила на ней, ездила уже один раз Тоже не знаю характера Она хромает Я даже не знаю породу Поэтому я ее продала Какой суровый мир хобби-хорсинга Может, я еще и забеги Какие на сушилках найду Но пока одна девочка обучается хобби-хорсингу на сушилке У другой Есть свой личный дельфин И она делится своими тренировками с ним Так, ребята, тренировочка Гоши Все смотрим Достаю Надеваю седло Сажусь Шагаем Рысью Голопом Прыгает Красава Ребята, сколько всего Гоши умеет, а? Это просто высший уровень хобби-хорсинга Я пошутила о хобби-хорсинга, да? Ужасная непослушная кобыла От тебя вообще никакой пользы Ну, за Гошу обидно Ты просто бессмысленна Ты даже не прыгаешь Что с тобой делать? Ребят, я только сейчас заметила У нее даже есть плеть И комната такая профессиональная С личным бассейном Не, ну это не хухры-мухры, ребят Но видно, что за дельфином очень хорошо смотрят Прям уверена, что он в хороших условиях Так что все Можем за него не переживать И только пожелать удачи Знаете, ребят Вот как правильно гласить наша народная поговорка Чем бы дитя не тешилось Лишь бы не следовало советам из лайки Как упасть в обмарок Ага Присядь на корточке Так вот обезьянка показывает Потом резко встань Отпряги мышцы Работает, проверено мной Ура, мы нашли рабочие советы Супер Я один человек, у которого это не сработало Я пошла проверять Залайкайте У меня вместо обморока Температура поднялась Ну сори А я думала, нам дают проверенные советы Рабочие Что это такое? Опять фигня какая-то Это лучше делать на кровати Чтобы лучше спать и не просыпаться вообще У меня не получилось Скажи, пожалуйста, как напрячь мышцы? Я не знаю, как тебе это объяснить Ну в общем, в ютуб вбей Я пьорнула Я вместо того, чтобы в обморок упасть Я себя ударила Может в нас вселяется кто-то Когда мы так делаем Ребята, еще не поздно заняться хобби-хорсингом Все, пожалуйста Только удалите лайки Оцените меня Ооо Ну красотка Макияж какой Причесочку сделала Только вот просить пользователей в лайки Тебя оценить Было очень опрометчиво Одиннадцать тысяч сто пятьдесят четыре Комментария Рожа толстая Губы картошка Одним словом Уродка Кто согласен? Лайк Курица крашеная Курица крашеная Жирная свиня Мне кажется, после такого Я бы где-то полгода не общалась с людьми И не выходила бы из чулана От страха Как дерутся девки Покажи Как дерутся пацаны Ооо Богатырский у него какой был Щит Видели? А как дерутся девки? Я не поняла Как дерутся девки? А, типа Ммм Я поняла Настоящие пацаны Дерутся С подушкой И одеялом на кровати Дорогой У тебя, конечно, замечательный Меч с богатырем Но Ты просто еще не видел Мой фирменный Славянский удушающий захват под мышкой Девочки, свои коронные приемы Пишите в комментариях Надеюсь, мы тебя хорошенько напугали Бабуль Извини Но у тебя Очень вкусные Пятки Да что ты извиняешься, а? Ну, главное, что вкусно Ешь на здоровье Расти большой Не будь и в люстре А то зря, что ли, бабушка старалась Готовила Вопрос к девочкам Нафига вы надеваете лифчик в 10-13 лет, когда у вас ничего нету? Да так Для красоты Хочу и нашел Интересный какой, а, филюлька Пришел Что тебе еще показать? Может, это цвет трусов показать? Что, можно красные трусы носить? Под зеленым платьем Ну, а по цветовому кольцу, конечно, не очень подходит Но я так вижу Понял Пошел делать уроки, я сказала Филюлька Знаете, какое было первое видео в моих рекомендациях Когда я только зашла в лайки Причем, ребят, у меня в профиле стоит возраст 13 лет Такой хлоп-хлоп в голове У вас тоже обезьянка застучала в голове, да? Ну, раз застучала, это знак того, что пора заканчивать это видео Ребята, мы с вами уже очень большие Мы с вами уже так выросли Доросли до 10-го юбилейного видео Ну, а раз мы уже с вами такие большие Давайте соберем на этом видео уже 200 тысяч лайков И я сниму следующую часть Спасибо вам большое за просмотр, ребят Всем тьмок!